Итоги недели Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Присоединение, а вернее возвращение территории в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Причем, согласно данному документу, Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав России, но и стали ее новыми субъектами. Дорогие соотечественники, сегодня вся наша огромная страна отмечает вторую годовщину воссоединения Крыма с Россией. По словам нашего президента Владимира Владимировича Путина, после воссоединения с Крымом и Севастополем Россия заявила о себе как сильное и самостоятельное государство. Крымскую весну поддержал весь многонациональный российский народ. Мы говорим вам спасибо. Мы постоянно чувствуем вашу поддержку, друзья. Крым – часть огромной и дружной российской семьи. Мы вместе навсегда. Спустя два года после вступления Крыма в состав Российской Федерации, россияне по-прежнему считают это решение верным, отвечающим национальным интересам нашей страны, сообщили социологи в ЦИОМ по итогам недавнего опроса. Так, по данным исследования, отношение к новым субъектам России в республике Крым и городу Севастополю у большинства граждан России положительное. Такое мнение высказали 79% опрошенных. Еще 16% не смогли ответить на этот вопрос, сказав, что никогда об этом не задумывались. Оценки факта вхождения этих территорий в состав России близки к абсолютным. 95% поддерживают воссоединение с полуостровом. Положительно за воссоединение высказались и жители Ненецкого округа. Очень даже хорошо. Это давно должно было так быть. И я думаю, что вообще Крым относится к России. Это было и изначально, и Путин вообще молодец. Я думаю, что это хорошо. Если столько лет он в составе России был, я думаю, это справедливо, что он вернулся в состав России. На душе легко стало, что нет войны. Возврат блудного сына домой получается. По ошибке наши правители отдали эту территорию. А все-таки люди, которые там живут, они не были довольны. Они все время, наверное, мечтали об этом. Поэтому так и произошло. Что референдум был, и все проголосовали за то, чтобы быть в России. Крым постоянно был в России. И я считаю, должны быть вместе. Там же россияне живут, не украинцы. Крым наш. Он же испокон веков. Как его кто там, Екатерина, что ли, забрала. Так вот он наш и есть. К Украине вообще никакого отношения никогда не имел. Так как Украина, как государство, его никогда не было. Оно образовалось в 1993 году. Союз развалился. Получилось поэтому. Дырку им от бублика. А не Украина. Возвращение Крыма и Севастополя в состав России отметили и в Ненецком округе. Во Дворце культуры Арктика прошел митинг-концерт. Никогда и не думали, что Крым не наш. Он всегда был наш. Спасибо Путину за Крым и Севастополь. Крым наш. Мы вместе. Под такими лозунгами, как и по всей стране, в Наринмаре прошел митинг-концерт. Посвященный двухлетию со дня возвращения Крыма и Севастополя в состав России. Зал не смог вместить всех желающих принять участие в патриотическом мероприятии. И млад и стар пришли, чтобы выразить свое отношение к этому историческому событию. Среди них Ильдия Сергеевна Ануфриева. Крым всегда был наш. И поэтому все рады, что мы вместе. И им хорошо. Главное, чтобы им хорошо было тоже с нами. А в Крыму когда-нибудь были отдыхать? Было и в Ялте, и в Керчи. Симферополь, Алушта, Ялта, Феодосия, Керчь, Евпатория и Севастополь. На Крымском полуострове хоть раз в жизни должен побывать каждый. Тем более сейчас, когда туризм в регионе на подъеме. О своих поездках теперь уже в Российскую Республику с нескрываемым удовольствием вспоминает Ольга Крупенье. Ассоциации при слове Крыма у меня только одни. Прекрасные воспоминания о прекрасном крымском отдыхе, куда я ездила с детьми и внуками. Буду продолжать, надеюсь, ездить много лет. После присоединения Крыма и Севастополя к России структурные изменения в республике не заставили себя ждать. Под особый контроль правительства России попала социальная сфера. За два года уровень заработной платы в Крыму вырос в два раза. С чуть более 11 тысяч рублей в 2013 году до 22 тысяч рублей в 2015. Уже к концу 2014 года размер пенсии был увеличен в два раза. И на сегодня ее размер составляет 12 тысяч рублей. К радости российских детей лагерь «Артек» за два года успел практически полностью возродиться. Изначально планировался только косметический ремонт, но в процессе было принято решение о полной реконструкции легендарного детского лагеря. В стадии завершения сегодня находится строительство второй очереди энергомоста. Что касается транспортного сообщения, по словам главы Минтранса Российской Федерации Максима Соколова, мост через Керченский пролив будет открыт для автомобильного сообщения до декабря 2018 года. Уже сейчас становится ясно, принятие Крыма в состав России дало мощный толчок к развитию полуострова. И я думаю, что то, что Крым вернулся к нам, это в том числе дает возможность россиянам там отдыхать. И мы рады за крымчан, что они стали нашей общей семьей. И, конечно, Россия поможет восстановить свое хозяйство и сделать все для того, чтобы и в Крыму жилось так же хорошо, как в России. Кстати, согласно последней переписи населения, в 2014 году в Крыму проживает свыше 80 национальностей. Самые многочисленные из них – русские, порядка 70%. Следом идут крымские татары и украинцы. Правительство России поручило Роснедрам выставить на аукцион в Анивийский и Лаеворский участки недр в Ненецком округе. Участок для разведки и добычи углеводородного сырья имеет площадь 761,5 квадратный километр. Согласно данным Госбаланса, по данным на 1 января 2015 года, запасы полезных ископаемых и ресурсы нефти на участке составляют более 71 миллиона тонн. Извлекаемые запасы – 14 с небольшим миллионов тонн. А запасы газа – 223 миллиарда кубометров. В состав комиссии по проведению аукционов, в коде которого определится компания-разработчик месторождений, войдет не менее 11 человек, включая представителей администрации Ненецкого округа. Раньше действительно получал округ порядка 60% в платы за недра, 60% получал от всех бонусов подписания, от аукционов. Но на сегодняшний день ситуация поменялась. В перспективе данные месторождения, если они будут распределены, дальше компания, которая придет на их освоение, сделает доразведку, опять же с привлечением подрядных организаций, примет решение обустраивать эти месторождения. Опять же, это дополнительные рабочие места, это работа, дополнительная налоговая составляющая косвенная. Недропользователь, победивший на аукционе, должен будет в течение двух лет подготовить и утвердить проект разведочных работ. В течение пяти лет выполнить эти работы. В течение шести лет провести пересчет запасов углеводородов на основе анализа результатов разведочных работ. В течение семи лет подготовить и утвердить проект первой стадии разработки месторождения. Обустройство и ввод месторождения в первую стадию разработки должно быть осуществлено недропользователем в течение 11 лет со дня государственной регистрации лицензии. О старте нового производственного сезона и дальнейших планах развития зарубежнефти, которая летом станет оператором еще одного крупного проекта на территории Ненецкого округа Хорегинского СРП, главе региона Игорю Кошину рассказал генеральный директор зарубежнефти Сергей Кудряшов. Во встрече принял участие и генеральный директор российско-вьетнамского предприятия Валерий Клинчев. Стороны также обсудили деятельность дочернего предприятия «Арктикморхнефтегазразведка», работающего на острове Колгуев. По словам руководителей компании недропользователей, основной упор в кадровой политике зарубежнефти Ирус Вьетпетра делается на рабочих. Представителям рабочих специальностей была проиндексирована заработная плата. Также во время визита на месторождение Сергей Кудряшов и Валерий Клинчев лично поощрили лучших работников за заслуги перед предприятием. Снизить безработицу в регионе – это главная задача межведомственной рабочей группы по взаимодействию с недропользователями. Такая же группа будет координировать деятельность исполнительных органов власти, государственных учреждений НАО и недропользователей при введении учета инвестиций, направляемых компаниями на развитие региона. Одно из направлений деятельности новой рабочей группы – организация подготовки квалифицированных кадров в нефтегазодобывающей отрасли. С начала года компании-недропользователи предоставили в центры занятости 94 вакансии по 49 специальностям. Сейчас формируются группы по обучающим программам для безработных граждан, которые желают работать в нефтянке. По направлению от центра занятости можно обучиться на оператора по добыче нефти и газа, по сбору газа, а также оператора технологических установок. Об этом в программе «Алло-студия» рассказал директор центра занятости Руслан Волосков. Первая группа у нас уже набрана в количестве 10 человек – операторы по добыче нефти и газа. Они уже начинают учиться на этой неделе. А где они будут проходить обучение? Первая группа будет проходить обучение в центре повышения квалификаций «Лидер». Это образовательная организация, которая находится в посёлке Искателей. Обучение безработных граждан бесплатное. Оно будет проходить на базе Ненецкого профессионального училища. По окончании образовательного курса выдаётся удостоверение установленного образца. Такие меры принимаются региональными властями неспроста. В округе зарегистрировано 634 безработных гражданина. При этом в банке вакансий центра занятости более 300 рабочих мест, которые предлагают учреждения и предприятия округа. Это значит, квалификация безработных не соответствует требованиям заявленных вакансий. Мы должны эту проблему, она состоит как минимум из двух частей. Первая – это сегодняшняя текущая ситуация, когда мы должны перепрофилировать, переподготовить. Переподготовка – две недели, месяц, два, три. Человек получает удостоверение, проходит практику и уже сегодня работает. Ему сегодня нужно семью кормить. У него одна специальность, он должен получить другую. И вторая – она более долгосрочная, она более медленная, но она даст гораздо выше, отдача будет совершенно другая от этого. Второе направление в борьбе с безработицей – профориентация в школе. По мнению главы региона, этот способ решения проблемы самый эффективный. Определив для себя будущую профессию, ученик будет целенаправленно и углубленно изучать нужные ему предметы. Например, в Роснефть-классе, который работает на базе школы-поселка Искателей, упор делается на математику, физику и химию. Выпускники профильного класса – будущие инженеры и специалисты в области недропользования. Сегодня каждая школа округа переходит на профильное обучение. Так, в первой школе идет углубленное изучение физико-математических и гуманитарно-филологических дисциплин. В третьей – социально-правовых, четвертая школа ориентируется на естественно-научном профиле. За последние 10 лет на дорогах России погибли около 350 тысяч человек. Цифры неутешительной статистики были озвучены на заседании Президиума Госсовета по вопросам безопасности дорожного движения. Главной причиной ДТП были признаны состояние дорог и водители, в частности, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Дорожную тему обсудили и в Ненецком округе. Данные таковы. В 2015 году на дорогах региона погибли 5 человек и 43 получили ранения. 350 тысяч человек или население целого города. Говоря о дорогах на заседании Президиума Госсовета, Владимир Путин отметил, в нашей стране слишком легко относятся к этой проблеме. По словам Президента, каждое третье ДТП происходит из-за неудовлетворительного состояния дорог и низкой культуры вождения. Глава государства считает, строгое исполнение правил дорожного движения, следование нормам грамотного дружелюбного поведения на дорогах и понимание всей ответственности – ключевая задача воспитания культуры вождения. Понятно, что воспитание такой культуры – это процесс длительный. Поэтому он должен идти параллельно с ужесточением наказаний за нарушение. Мы видим на практике, что именно эти меры помогли решить проблему с ремнями безопасности, например. Заставили устанавливать в салонах машин кресла для детей или, как говорят специалисты, удерживающие устройства. В результате этих и других решений вдвое снизилось число погибших в городах и населенных пунктах. Но их количество остается, тем не менее, неоправданно высоким. Президент подчеркнул, решение проблем на дорогах – комплексная задача органов власти всех уровней, профильных ведомств и хозяйствующих субъектов. В Ненинском округе такой структурой служит Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений. На прошедшем заседании была озвучена статистика за 2015 год. В частности, аварийность на дорогах Ненинского округа снизилась на 32%. По данным госавтоинспекции, на территории округа произошло 39 ДТП. Основная часть приходится на Наренмар и поселок Искателей. На региональной автомобильной дороге Наренмар-Усинск совершено 3 ДТП и столько же на зимних автодорогах. Пять аварий с летальным исходом зафиксированы на территориях нефтяных месторождений на зимниках. Также на заседании подведен анализ преступности в регионе за 2015 год. В первую очередь мы отмечаем рост числа преступлений против личности с 150 до 119 факторов. Данная тенденция обусловлена увеличением числа совершенных убийств на 50% с 6 до 9 факторов. При этом хотелось бы отметить, что 60% лиц, совершивших данное преступление, ранее уже привлекались уголовной ответственности. И почти все совершили данное преступление, находясь в состоянии алкогольной. В течение года сотрудниками МВД велась работа по пресечению незаконного оборота алкоголя. За нарушение правил розничной продажи спиртосодержащей продукции составлено 46 административных материалов. Изъято из незаконного оборота более 15 тысяч литров продукции. Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму более 200 тысяч рублей с конфискацией изъятой продукции. В 2015 году на территории округа зарегистрировано 52 преступления за незаконный оборот наркотиков. Половина из них уже раскрыта. Несмотря на рост преступности в регионе, депутаты окружного парламента подняли вопрос о целесообразности дальнейшего развития программы «Безопасный город». Причина кроется в сложностях регионального бюджета. Напомню, реализация этой программы стартовала в 2014 году. За несколько лет было установлено больше 60 камер фото- и видеофиксации, которые уже сегодня задействованы в обеспечении общественного порядка и противодействии преступности на территории города и поселка Искатели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все камеры видеонаблюдения работают и записывают в центр мониторинга. Те камеры, которые установлены в аэропорту, фиксируют прибывающих и убывающих людей с возможностью распознавания лиц. То есть весь функционал на сегодняшний день в тестовом режиме, еще не принято, но в тестовом режиме он работает. Так же, как и работают кнопки гражданин полиция, так же работают видеокомплексы с фиксацией скоростного режима. Пока весь этот комплекс работает в тестовом режиме, но уже прошел все необходимые сертификации и проверки и уже успел стать источником информации, необходимой для раскрытия преступлений. В настоящее время мы информацию получаем из камерного видеонаблюдения, используем в оперативных целях. Есть уже примеры, когда ориентировки по преступлениям формировались исходя из полученной видеоинформации. Это можно в качестве примера привести к последнему резонансному преступлению, связанному с изнасилованием. Буквально потом, в ночь, в субботу, на воскресенье, хищение колонок со сцены. В принципе, пока мы это используем в оперативных интересах. По информации Сергея Шамова, ПК «Безопасный город» стоил бюджету Нинецкого округа 130,5 миллионов рублей. Каждый год на его обслуживание требуется порядка 4-6 миллионов. Напомню, программы тотального видеонаблюдения должны внедряться во всех регионах страны по поручению президента России Владимира Путина. Наринмар стал одним из пилотных городов в арктической зоне России, где уже внедряется система «Безопасный город». Вместе с нами первопроходцами стали Норильский и Анадырь. Согласно концепции, то, что сейчас уже установлено в регионе, это только начало строительства глобальной системы. По мнению разработчиков, всеобъемлющий аппаратно-программный комплекс будет учитывать все нюансы общественной жизнедеятельности на дорогах, во дворах и подъездах, в местах массового скопления людей, в общественных зданиях, в школах, детсадах и больницах. «Сколько я понимаю, будет постоянно трансформироваться и суммарная финансовая нагрузка будет только расти в дальнейшем. Почему? Потому что, кроме того, что все сегменты будут собраны, кучу условно говоря, кроме того, потребует размещение где-то, этот весь комплекс в целом совместно с единой держанной диспетчерской службой». Увеличение и без того большой финансовой нагрузки на хромающий бюджет вызвало у законодателей закономерный вопрос – целесообразно ли дальнейшее развитие программного комплекса. На комиссии решено было поставить этот вопрос на контроль. Обмен опытом и комплексный подход. Парламентарии Северо-Запада на минувшей неделе собрались обсудить развитие туризма на территории федерального округа. Представители Архангельской, Псковской, Ленинградской областей и Республики Карелия два дня проведут в Налинмаре. Первый день визита начался с обсуждения состояния туризма в регионах Северо-Запада. Парламентская ассоциация Северо-Запада России в своей деятельности уделяет большое внимание культуре и туризму. В том числе работа профильного комитета направлена на поиск законодательных решений проблем, существующих в этих сферах. О том, что туристический потенциал имеет каждый регион Северо-Запада, на встрече звучало практически от всех выступающих. Каждый регион это может подтвердить на собственном опыте. К примеру, Пинежский район Архангельской области делает ставку на развитие сельского туризма. Столичным жителям предлагают от спокойного домашнего отдыха с русской баней до сплава по рекам. В этом кластере задействованы местные жители и организации. Дом культуры отвечает за культурную программу, краеведы – за экскурсии, водители – за трансфер, фермеры – за поставку местной продукции, местные жители организуют питание и ночлег. И кластер только тогда функционирует, когда мы друг друга очень понимаем, доверяем и работаем в одном направлении. И очень большое заблуждение, когда на маленькой территории люди начинают видеть своих партнеров и конкурентов. Нет, мы все – звенья одной большой цепи. Сегодня сельский туризм в Пинежье общими силами поставлен на поток. В район приезжают хоть и небольшие, но регулярные группы туристов. А ведь буквально 10 лет назад жители сел не воспринимали идею въездного туризма. Главная проблема, с которой мы столкнулись, заключалась в менталитете человеческом, в менталитете тех сельских жителей, которым предстояло пустить, вот Татьяна Николаевна правильно сказала, пустить в свой дом чужого человека, поухаживать за ним, накормить его, принять и проводить его. И очень многие люди не воспринимали и не понимали, как это так, кто-то на моей любимой делянке в лесу будет забирать мои грибы. Выступающие единодушно отметили важность участия в развитии сельского туризма и властей. Она необходима для решения земельных вопросов, создания нормативно-правовой базы. К примеру, Псковская область предложила разработать ГОСТ для гостевых домов. Документ будет содержать минимальный набор услуг, которые будет обеспечивать хозяин дома при размещении туристов. Также необходимо стандартизировать и организацию питания, в первую очередь для безопасности и соответствия с санитарным нормам. Ненецкий округ, как новичок в сфере туризма, будет участником всех законодательных процессов. Наше собрание депутатов почему-то не представлено в этом комитете Парламентской ассоциации по культуре и туризму. Я думаю, что сегодня этот вопрос уже назрел. И, наверное, в ближайшее время мы решим и направим своего представителя в этот комитет. Уже сегодня у многих законодателей есть инициативы и предложения. От того, насколько быстро и качественно они сработают, порой зависит туристический климат региона. Так, из-за бездействия властей Архангельская область потеряла более 400 памятников. Их не успели вовремя отреставрировать. Такая же проблема стоит сегодня перед Карелией. Сегодня в республике более 40% деревянных домов признаны памятниками архитектуры. Большая часть из них нуждается в скорейшем ремонте. Как правило, он затягивается из-за бюрократических процессов. В работе комитета мы рассчитываем, что примут участие как органы исполнительной власти субъектов, заинтересованных в развитии этой тематики, законодательные органы власти. Мы будем привлекать профильные ассоциации, которые работают с туристским сектором бизнеса. Ближайшие законопроекты будут связаны с сельским туризмом как фактором развития территорий, а также общей терминологией. Продумают парламентарии и способы поддержки предпринимателей, занятых в этом направлении. Архангельская область подсчитала, каждый рубль, вложенный в сферу туризма, возвращает в бюджет минимум 20 рублей. Теме туризма будет посвящен и первый международный арктический туристский форум «Доступная Арктика». Он станет площадкой для диалога и выработки стратегии взаимодействия власти, общественности, научных кругов и бизнес-сообщества при реализации программы устойчивого развития сектора туризма и гостеприимства в Арктике на период до 2020 года. Организатором форума выступает Федеральное агентство по туризму России совместно с администрацией Ненецкого округа. Главная тема форума «Туризм как фактор устойчивого развития арктической зоны Российской Федерации». На форуме будут обсуждаться вопросы новых форм международной кооперации при разработке арктических турпродуктов, создания и модернизации необходимой туристской инфраструктуры, обеспечения благоприятных условий для привлечения инвесторов на условиях государственно-частного партнерства, организации и продвижения новых направлений арктического туризма. В рамках мероприятия участники представят успешные российские и международные практики по созданию и развитию малого и среднего бизнеса в сфере туризма в Арктике. Также планируется обсудить международные и межрегиональные инициативы по разработке новых проектов и программ в данной отрасли. Результатом обсуждений на форуме будет принят итоговый документ, включающий анализ актуальных проблем и комплекс мер, направленных на развитие сферы туризма в Арктике. И на этом все. Вы смотрели программу «Итоги недели». Вся подробная информация есть на нашем сайте по адресу www.trksever.ru. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин